Здравствуйте, мои дорогие! И сейчас хочу рассказать вам об уходе. Продолжаем то видео, о котором я говорила о декоративной косметике, продолжаем говорить об уходе. Так, очищение. Очищаюсь я вот такой вот умывалочкой, пропеллер, гель для умывания от прыщей. Умываюсь я просто вот так вот сразу наношу и все сразу смываю, и не запариваюсь какими-то отдельными умывалками. Хорошо очищает, как профилактика прыщиков, каких-то воспалений, очень классное. Это очищение. Все, видео закончилось. Так, поехали дальше. Продолжение очищения. Если остались какие-то вот на межресничном таком пространстве туши, тени и так далее, очищаю вот это. Не нравится мне больше все-таки розовая. Это тоже для чувствительной кожи вокруг глаз, что-то она даже с васильком, да, экстракт василька. Но больше мне розовая нравится все-таки. Но это не менее розовая. Пользуюсь вот этой. Не было в магазине, взяла вот эту. Неплохая, хорошо очищает. Такой масляный немножко эффект. Хорошая остается на глазах. Приятная. Ищите такую. Она очень классная замена к лоранцу от водостойкой умывалки. Я даже думаю, что она водостойки на межрес тоже снимет. И в качестве до очищения окончательного, хотя на диске практически не то что пойдет, нереально ничего не остается после вот этого пропеллера. Я, кстати, давно как-то им пользовалась. Кто меня вот смотрит уже несколько лет, наверное, вспоминает. Я одно время тоже им пользовалась. Вот этой бадьей мицеллярки пользуюсь. Вот такую вот огромную нашла в Ревгоше. 400 мл. Говорят, что уже, по-моему, даже 800 есть у Горнье. Скоро будем просто мицеллярку ведрами покупать. Цистернами такие. Это что касается такого вот очищения ежедневного. В качестве масок. Маски у меня такие любимые три. И вообще есть еще с персиком от Коррес. Мне Анютка, подружка, привезла из Греции. Такой целый наборчик. Там маска глиняная, которая такая слабовастенькая для меня, с персиком делает кожу классно. И вот этот пилинг, такой эксфолиант даже, с киви. Он очень такой деликатный и очень-очень приятно очищает кожу. Вот омертвежшие клетки деликатно очищает. Если нету какого-то, ну, серьезной проблемы, которую надо подраить, скажем, нужен просто легенький пилинг, вот берите Коррес. В Литуале Коррес, по-моему, продается. Но я не уверена, что он там натуральный. Хотя, ну, все возможно. Дальше хорошая с амазонской глиной маска. У меня была полная версия. Сейчас у меня малютка такая пробничек. Киллз. Очень хорошо очищает. Просто вообще убойно очищает загрязненные поры. И такая же тоже новая штучка от Киллз. Маска для мгновенного сияния кожи с кунжутом и семенами клюквы. Она, ну, я думаю, что вы увидите, она с вкраплениями конкретно дробленного кунжута. На лице выглядит, конечно, просто вообще убийственно. Но она очень такая прям, вот продрать кожу, если надо, вот ее надо взять. Именно вот эти семена кунжута, они прям очень сильно дерут кожу, честно. Вот очень сильно, такие болючие, скажем. Но зато потом кожа, кровоток такой, такая прям вот сияет здоровьем кожа. Хорошая маска. Но думаю, что не бюджетная. Но вот что-то в плане замены, даже я не знаю. В плане замены это чистая линия скраб с абрикосовыми косточками. Вот, это замена вот этой. Тоже хорошая, но у меня кончился. Так, сейчас я это все дело сниму. Кунжутные семечки. Дальше. Еще у меня есть такой вот эксфолиант. Он в Ревгоше, вот эта марка Fresh Lime. Но мне тоже Анютка с Греции привезла, потому что греческая марка. У меня был запах, это просто невероятно. Хочется съесть. У меня это с гранатом. Там содержатся такие вот прям волокна виноградные и какие-то еще штучки. Тут все написано на греческом, поэтому я не знаю, что там содержится. Но гранатовые вот эти волокна и черные-черные такие точечки вкрапления. Вот это загадка, что это такое. Но кожа от них просто сияет. От вот этого эксфолианта я прямо в душе стою иногда. Думаю, что-то хочется кожу подраить. И беру его, наношу на лицо и вот так под душем просто массирую. И очень классно. Прям вот к Fresh Lime присмотритесь, к вот этим эксфолиантам. До этого у меня был с виноградом тоже очень классный. Дальше. Дальше в качестве такой дымки мне понравилась на самом деле у Lumine еще другая. Надо будет ее взять. Но пока у меня есть вот эта, тоже очень классная. Она с витамином С. Такая дымка, вуаль. Просто вот попшикать, почувствовать себя царицей. Приятно увлажняет в меру кожу, освежает и подготавливает, скажем, для нанесения крема. Потом, если у меня кожа прям просит, просит увлажнения под глазами, у носа засохло где-то, что-то тут подсохло. У меня бывает шелушение. И я использую вот эти две штуки. Ну, то есть вот это самая такая, мне кажется, бюджетная дав. Причем я его наношу и на ноги, и на пятки, и на лицо. Это вообще универсальный крем, который увлажняет все подряд, куда его и не нанесешь. Очень вкусно пахнет. Это из серии вот Нивеевских, вот Нивеевские еще хорошие. Вообще просто, вот если надо убойно увлажнить кожу, вот его вот таким слоем на ночь и утром все хорошо. Также, если какие-то вот кутикулы, ищу сейчас я крем для рук в замену The Body Shop. Принцип у меня такой вот найти хороший крем. Пока не могу найти, перепробовала очень много. Если кутикулу увлажнить, если под глазами что-то увлажнить, я не боюсь под глазами носить дневные крема, ночные крема, крема для рук и так далее. То есть, если мне что-то поможет, это будет очень классно. Потому что все равно все разливается из одной цистерны. Не знаю. Ну, у меня такое мнение. В общем, такой вот у меня кремчик новый появился. Purple Tree. Это мне подарили на Невских берегах. На самом деле, да, много чего у меня здесь, естественно, мне подарили. Но я искренне это советую, потому что действительно классные. Я очень много бракую косметики. У меня очень кожа такая чувствительная. Очень много чего мне не подходит. По текстуре, если декоративка. По составу, если уход. Поэтому здесь вот чисто то, что вот мне реально понравилось. То, что я прям вообще боготворю штуки эти. Вот такая. Это новые бальзамчики. Они появились недавно из Англии. У них есть 5 разных составов. То есть, вот этот с маслом ши. Есть еще с алоэ, с крите. И еще с чем-то. В общем, у меня вот ши очень классно увлажняют. Так что, такие вот, просто знаете, что такие штучки появились. Но они хорошо работают. Дальше. В качестве дневного ночного крема. В качестве дневного крема я использовала такой вот люмене. Очень достойный. Но он, по-моему, даже ночной. Если я не ошибаюсь. Па-па-па-ра-па-па-па-па. Ой. Сюда у меня все летает. Не помню я, хоть убей. Дневной это или ночной? По-моему, это... Нет, это дневной, что я вру. Дневной крем с витамином С. Ну, вот, просто до нуля. То есть, как бы, банка говорит за себя, что я очень мне понравился. Он достаточно густой. Вот для зимы хорошо. Для жирной кожи он будет нехорошо. Для сухой хорошо. Вот берите, у кого сухая кожа. Или нормальная, или склонная к сухости. Вот жирная лучше не надо. Он жирность подчеркнет эту. Хороший кремчик. Вот я его добила. И тут у меня появились две такие вот... Ааа, просто вообще крутые штуки от Kiehl's. Вот эту я очень мечтала попробовать. Когда все выкладывали эти фотографии с сывороткой. Я все ходила вокруг нее, думала, блин, так хочу. И не секрет, да, мне ее прислали. Но она реально очень крутая. Это масло. Я сначала побоялась масла наносить. Как бы я ее хотела. Видела, какие там результаты. Пишут о чем. Отзывы. Но так как у меня был опыт не очень удачный. Сюда был сером от Clorans. Там сыворотка, тут концентрат. То есть там как бы конкретно 20 масел содержится в дабл сероме. Одно время у меня все нормально было. Потом, ну, кто меня смотрит, знает, что у меня аллергия жуткая пошла. Потом я к нему вернулась. Я его допользовала. Но не стала больше покупать. Думаю, мало ли. Опять что-то не так пойдет. Опять какой-то передоз будет. Дозировать средство не хочу. Хочу его и пользоваться. И пользоваться. Поэтому все-таки, несмотря на боязнь нанесения масел на лицо. Это вот такой вот концентрат увлажняющий. Очень он жидкий. Он очень, его очень легко нанести на лицо. И очень мало его надо. Он в такой вот пипетке тут нажимаешь. И он вот как бы капает. Я думаю, что он очень жидкий. Я думаю, что у него хватит очень надолго. Просто штука реально спасения. Она классно увлажняет кожу. Классно напитывает. Буквально вот за три дня у меня были какие-то покраснения. И я, ну, этот крем у меня не справлялся. Я не знаю, каким-то вот этими вот. От покраснений нет. От сухости он хорошо. Покраснений, не знаю, ничем было не снять. Маску вот эту с персиком делала. Каррес она немножко снимала. Но все равно потом утром опять появлялись. И вот пришла мне вот эта сыворотка. Я начала пользоваться. И все. Покраснений нет. Шелушений нет. Все классно. Дальше такой вот от Kiehl's. И в принципе на этом уход заканчивается. От Kiehl's такой ультра увлажняющий крем. Он, сейчас я даже прочитаю. Да, ультра увлажняющий крем. Прямо я правильно. Увлажнение 24 часа. Он очень-очень-очень тонкий. Не пахнет. От душки нет вообще. Тонко ложится на кожу. Быстро впитывается. Классно под макияж. Но опять-таки, думаю, что для жирной кожи не подойдет почему-то. Не знаю. Мне кажется, что все-таки больше он на сухую рассчитан. Хотя жирной коже тоже нужно увлажнение. Но мне кажется, что это не та серия, которая нужна для жирной кожи. Для сухой, для нормальной. Вот прям вот это вот то, что доктор прописал. Попробуйте. Потестите кремчик. Очень приятно. Понятно, что на руке не понять будет. Но вот не знаю. Мне кажется, вот я могу заверять. Можете покупать спокойно, если средство позволяет. Потому что он, конечно, я понимаю, не дешевый. Но он очень классный. Маленький, правда. 50 мл. Но он достаточно такой. Его мало надо. Потому что он хорошо растирается по рукам. И хорошо разносится по лицу. На этом все. Уход закончился. Да, и кстати, ну как уход, не уход. Я не знаю. Лак для волос вот таким пользуюсь. Чистая линия вообще. Огонь. Очень нравится. С крапивой моей любимой. Вот. Все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, понравилось видео. Оставайте комментарии, подписывайтесь. И пока-пока.